приветствую друзья я вам еще раз покажу целебный ролик только в современном исполнении потому что после того как я первый раз показал целебный ролик много времени прошло и накопились вопросы на которые я отвечал там много-много отвечал и накопился новый опыт и сейчас я покажу тот же самый целебный ролик только в лучшем исполнении с теми деталями которых тогда не было послушайте меня внимательно если у вас стресс если у вас там дискомфортное состояние ну такое совсем совсем плохо совсем совсем плохо и вы не знаете что делать может быть страх может быть боль какая может быть неопределенность какая-то не знаете как жить но вы застали себя в такой момент критического состояния как же быть вот вы не знаете как быть и в этот момент вы сделаете ключевое дыхание это всего лишь одна минута просто думайте о чем думается но время от времени просто прислушивайтесь вдох у вас теплее или выдох и все больше ничего не надо можете делать сидя можете делать стоя можете делать ходить туда сюда поклонить пожалуйста никаких специальных усилий делать не надо дышите как дышится просто течение одной минуты прислушивайтесь дух у вас теплее или выдох и абсолютно неважно найдете вы это сразу или найдете через полминуты или сначала будет тепло при вдохе потом при выдохе не имеет никакого значения просто думайте о чем думается переживайте о чем переживается и время от времени в течение одной минуты прислушивайтесь пожалуйста что у вас теплее вдох или выдох на хане носовой как обычно после этого у вас снимается напряжение лишнее уже наполовину уходит в это заметить и потом добавьте ключевую волну это вы переживаете о чем переживается только пустите мысль на самотек и тело на самотек как говорится думая о чем думается и делая что делается отпустили себя на воду как волна как волна и вот сидите и переживайте там есть секрет дело в том что если вы переживаете одну две три минутки количество переходит в качество и у вас если в начале было очень плохое состояние что вы даже не подозревали что через минуту будет очень хорошая но в эту минуту две три сделайте и вы заметите что вы находите с какой-то безмятежность и такое состояние наступает как на руках у мамы когда вы младенец она вас покачивает и вы засыпаете здесь происходит то же самое это по тому же природному механизму обратите на это внимание когда мама вас качает она подбирает ритм в зависимости от того как у вас напряжение она чувствует если вы сильно напряжена она чаще качается если вы спокойнее она медленнее качает и здесь то же самое вы когда отпускаете себя и думаете о чем думается переживаете о чем переживается не мешая себе не думая как надо делать туда-сюда или вперед назад или по кругу делайте как делается не думайте вы же когда малыш когда мама ребенка качает он же не думает правильно накачает или нет им просто комфортно или дискомфортно вот этот критерий комфортности возьмите за правило это необыкновенное правило вот этой тренировки чтобы выработать способно потом любых обстоятельствах любое время дня и ночи любой ситуации чтобы вы могли вспомнить это ощущение безмятежности и в этом состоянии пребывать восстанавливаться настраиваться много там чего можно сделать это можете посмотреть моих других роликах у меня каждый раз все время новые новые ролики выходят там можете посмотреть на канале теперь слушайте внимательно если в этот момент когда вы абсолютно не старайтесь расслабиться это лишняя работа она вам мешает вы просто отпускайте свои мысли на самотек и тело своего так пускай качается или влево вправо или по кругу или восьмерочка или вот так вот совсем как на качелях вот так вот как вам нравится отпустите себя когда вы будете думать о чем думается и делать как делается соедините две эти свободы свободы вот этих ментальных процессов духовных процессов и телесных когда две свободы соединяются снимается сразу напряжение и такое удивительно возникает безмятежное состояние состояние эмоциональную отрешенности и социальной эмоциональной станции yran цитировано и состояние Этсу ipo средин внутреннего диалога состояние до фольта работы мозга говорят психологи современный состояние нуля как я говорю нулевое состояние нейтральное состояние так называл его раньше еще в 90-х годах в первой книжке м inclusive было нитран их состояние это нейтральное состояние как как коробки передач автомобиля, через которые можно переключаться в различные направления. Поэтому здесь, в этом состоянии безмятежности, о чём вы помечтаете, туда вы и будете переключаться. Помечтайте о том, что в любое время, в любом месте, если вы вспомните, что вы можете снять у себя лишнее напряжение, оно у вас снимется. То есть после этой небольшой тренировки вы будете легче руководить своим состоянием. Вы легче будете снимать страх, легче будете снимать любой стресс, легче будете вспоминать состояние вдохновения, легче будете изобретать, легче будете настраиваться. У вас всё будет происходить легче. Вот увидите, попробуйте. Это надо сделать несколько дней в удобное время. Если вам был момент этого действия, захочется плакать, надо плакать. Если захочется дремать, надо дремать. Хочется спать, надо спать. Хочется выйти, стонать, дёргаться, надо это делать. Делайте то, что организм подсказывает. И вы таким образом, делая каждый день сначала несколько дней подряд, ну там по 10 минут, по 15, а вдруг кому-то захочется и поспать там, пожалуйста, поспите, будьте собой. Вот здесь уходят шаблоны, стереотипы мышления, блоки. Вы выходите на самое себя. В этот момент, а вы творец по природе. Конечно, когда у вас снимаются стрессы, у вас появляется понимание, как решить те вопросы, которые у вас накопились, о которых вы много раз думали, но не знали, как подступиться к ним. А теперь вы сможете их решать. Да, друзья? Посмотрите, там у меня кулачок упражнения. Можно, причём здесь, когда вы вышли на безмятежность, представить себе этот кулачок. Да, ну, сжать вот так руку. Это напряжение. Теперь представьте, что здесь у вас, вот в этом месте. Там тепло, расслаблено, хорошо, там кроватка ваша детская. Вспомните, как в детстве. Как в детстве вы набегались за целый день на свежем воздухе, легли в свою кроватку, укрылись тёплым одеялом и заснули детским глубоким богатырским сном. Да, и помните, иногда у вас были полёты во сне, полёты во сне. Вспомните, пожалуйста. И вот вы там лежите, спите, и у вас полёты во сне. Да, и вот получается такая узелок на память. Это такой, получается, талисман. Потом, если вы куда-то, в какой-то, ну, ситуации, хоть в самолёте летите, хоть на экскурсии, хоть в метро едите, хоть в такси, хоть где бы ни находились, если у вас стресс, страх, вы немножко раз, кулачок сжали, и сразу вам станет легче. Да, это будет у вас талисман, якорь называется. Да. И это парадоксальный приём. Это супер приём. Кулачок. Супер приём. Почему? Потому что здесь одновременно напряжение и одновременно расслабление. Причём такое глубокое, которое у вас было в детстве во сне, когда вы были маленькие. Спали богатырским сном до самого утра. Ну, младенческий сон. А если ещё вспомнили, как в летали во сне, это вообще чудо. Представляете, сжатая рука, это напряжение, а там чудо лёгкости. И у вас создаются новые нейросети, новый навык. Теперь, когда вы попадаете в какую-то экстремальную ситуацию, критическую ситуацию, ситуацию неопределённости или дискомфорта, у вас есть противовес, у вас есть точка опоры, у вас есть свой якорь, свой талисман. Вы можете сжать ручку и сразу вспомните, и у вас сразу откроется вот эта лёгкая безмятежность. И любые вопросы вы решите легче. Будь то ринг боксёрский, будь то плавание на лодке, будь то полёт в самолёте, все вопросы решите легче. Потому что это не расслабление, это освобождение. Да-да, это называется раскрепощение. Поэтому, когда говорят, а как расслабиться? Поэтому не надо специально расслабляться. Вы пустите пар, и вы станете таким, какого и есть. А вы по природе творец. Да. И у вас будут чаще наступать вдохновения. И будет прилив сил. И будет здоровье. И будет счастье. Да, друзья, это событие переводит человека из ранга даже, может быть, невезучести, на полосу везучести. Это интересное событие. Это событие очень интересное. Потом понаблюдайте за собой. Если вопросы будут, то пишите в комментах. Я назову этот ролик супер-целебный ролик. Слово супер стесняться не буду. Потому что на самом деле здесь несколько вещей в одном. Переживаешь. О чем переживается, соединяешь это с колебаниями. Как колебается, если можно так сказать, фигура речи. при этом вспоминаешь, как ты спал в детстве, при этом вспоминаешь полеты во сне. Ух, это супер, целебный ролик. потом вы будете время от времени это делать, а потом только в памяти вспомнил, и вам стало легче. Подключайте к йогу, к йоге, йога будет успешнее идти. Подключайте к любой физкультуре, физкультура будет успешнее идти. К любой работе подключайте, пишите диссертацию, подключайте, сделайте там несколько этих упражнений, вспомните вот это. Шалтай-болтай, плавание, бой с тенью, что хотите, вспоминайте то, что вам комфортно. Самый большой секрет подбора ключа это критерий комфортности, это критерий приятности. Представляете, как? У нас раньше в школе такого не учили, а потому что такого и не было. До встречи.